Добрый день, Пламен! Здравствуйте! Приветствую вас, вашу большую, любознательную и, может быть, даже многострадальную аудиторию. Ну, мы с вами теперь обменялись информацией, что и вам, и нам пришли черные меточки, маленькие пока пиратские. Ну, от нашего дорогого и уважаемого хостинга. Но, так сказать, мы, тем не менее, продолжаем наши разговоры. Я напомню зрителям Переправы ТВ, что мы беседуем с Пламенным Пасковым, нашим замечательным собеседником, постоянным нашим комментатором важнейших глобальных и наших национальных событий, и болгарским журналистом, и болгарским политологом. И сегодня, мне кажется, тема, которая и вам, и мне близка. Я напомню, что я с 87 по 92, 86 по 92 год работал в Сирии, в посольстве России в Дамаске. Так что и Дамаск, и Сирию, и Турцию я видел не чужими глазами. Для меня Турция остается такой, знаете, загадкой. Загадкой, прежде всего, в том смысле, что, мне кажется, мы слишком часто начинаем недооценивать, недооценивать значение этого волка в овечьей шкуре порой, с которым у нас было 13 воин, 139 сражений, и который, так сказать, действительно залил кровью там пол Европы и наша Закавказья. И у меня, знаете, как у арабиста, человека, который там бывал и в Турции, и знает ситуацию, у меня никаких сомнений нет, что современный нынешний турецкий режим – это, так сказать, до поры до времени. До поры до времени – это покупка нашего оружия, до поры до времени – это прокладка трубопроводов. Нам ни в коем случае, я имею в виду в данном случае России, но и, мне кажется, и Болгарии тоже, ни в коем случае не надо сильно расслабляться. Как ваше мнение? А мы и не расслабляемся, потому что Турция у нас не за Черным морем, а Турция у нас не просто рядом, а Турция у нас до середины Сербии. Турция в Болгарии до середины Сербии. Когда в 2003 году я впервые сел за рулем своей машины и поехал в сторону России, но, правда, через Сербию, Венгрию, Словакию, Польшу, таким большим обходным путем, тогда я не видел ни одной надписи на турецком языке в Сербии, ни одной газозаправки, ни одного турецкого ресторана. Если сейчас вы сядете за рулем любого автомобиля и из Болгарии поедете в сторону Белграда, больше половины из этой дороги будут осеяны вот такими турецкими газозаправками, турецкими ресторанами с турецкими надписями. То есть Турция уже по этой архиважной транспортной артерии начинает мечеть свою территорию. Если вы откроете старые римские атласы, старые римские карты, вы увидите, что дорога от Стамбула до Белграда в римское время называлась Via Diagonalis, и есть второе, более важное, более страшное название Via Militaris, военный путь. То есть это путь, который имеет архиважное военное, в том числе, значение, только войной и военной силой его надо охранять, оберегать, защищать, либо завоевывать. Почему? Потому что, если посмотрим даже на современные гугл-карты, мы видим, что входов к Европе, к континенту Европы, всего два. Первый – это через Гибралтар, там под контролем Испании и Великобритании, а как же иначе? И там идет вообще-то перещейка, которая только обратная марокканская страна, это африканская, это, скажем так, ислам. А вот континентальноевропейская – это католическая Испания, и англосаксонская, англиканская Великобритания. А вот путь, вход в Европу через Босфор, это полностью с обоих сторон Босфора, под контролем Османской империи, когда-то сейчас под контролем Турции. Там уже есть мосты, которые предопределяют, и которые инженерным образом позволяют уже высокоскоростные поезда, которые из Пекина будут туда заезжать. То есть это не есть артерия для входа в Европу, это биомилитарис, а это аорт, то есть самый главный сосуд в человеческом теле, самый большой сосуд. То есть тот, кто владеет этой территорией, этим отрезком дороги, он владеет всеми Балканами. Тот, кто владеет Балканами, он владеет входом в Европу и может накладывать свое мнение, свои условия на остальной части Европы. Все остальные пути в Европу из Китая, это другие второстепенные, тридцестепенные старые шелковые пути вдоль Каспии, так называемых Дербенских ворот около Дагестана и с Азербайджаном Дагестан, либо с верхней стороны, ну там уже большие реки, там Волган, там Сибирские реки, Опь, Инисей, ну Лена это уже далеко, то есть Лена счет не берем, но там потом идут Дон, потом идет Днестр, Днестр потом идет, ну много чего идет, то есть там это Днепр, ну как бы Днепр, совсем не как бы Кубань, вот тоже, то есть вот эти другие дороги, они проблематические, а вот эта дорога, вы не поверите, ну даже в нынешней Болгарии сохранены участки древней римской дороги в натуральном виде, с этими римскими там стройками, архитектурами, и в Болгарии по сей день есть минимум три из этих старой древней римской дороги, одна из них это Вия Истер, это около Дуная, вторая это Вия Диагоналиса, о которой мы сказали, и третья проходит по территории нынешней северной Греции, а это Вия Игнация, Вия Игнация это дорога из Константинополя к Солониках, Солон, который мы называли по-болгарски, до Албании, до Корча, а потом через Корча Дурис проходит Адриатическое море и Бриндизи в Италии, то есть эти древние старые дороги, они не потеряли свое значение, военное в том числе, со времен Римской империи, пока кто-то не придумает другую географию, вот эти дороги будут иметь именно это значение. Теперь о Турции, современной Эрдогановой Турции, что такое Эрдоган? Эрдоган это человек, который в молодости не просто состоят мусульманские братья, вот это радикальные организации, но он и в тюрьме был, именно по поводу радикального ислама, который он иствоведовал. Мало того, что он был тем, он был мером Стамбула, то есть он наложил огромное влияние на ту инфраструктуру, структуру и на тот административный аппарат, который сейчас является входом и выходом в Черном море, входом и выходом в Европе, то есть всем тем, чем старый царь Грета вообще-то являлся от древности до наших дней. Кроме того, Эрдоган это невероятно опытный, невероятно стойкий политик, потому что 2014, 2015, 2016 год, несмотря очень тяжелого заболевания, лейкемии, там раком крови, который у него был, и долгого тяжелого лечения со всеми вытекающими, он выстоял, он не ослабил свою хватку, и все действия по поводу отношений к соседним странам у него имел только один вектор одного направления, только то, что выгодно Турции, без оглядки на то, будет ли что-то выгодно обратной стороне, и если это будет невыгодно обратной стороне, то это шикарно. Был у него премьер-министр Ахмед Давутугу, это, кстати, крымский татар, и этот Ахмед Давутугу написал книгу «Стратегической глубины», то есть это, типа, мы вернем нашу старую Османскую империю только не оружием, мы добром, у нас должна быть концепция «Ноль проблем с соседями», для того, чтобы мы убаюкивали вот эти соседи, чтобы они сами захотели, чтобы они как-то захотели вернуться в лоно Османской империи. Все эти недоразумения полугосударственные, квазгосударственные, они должны вернуться. В итоге применили именно этой стратегии, доктрины Ахмеда Давутугу, тогдашнего премьер-министра, книга, кстати, переведенная, представленная в Болгарии на болгарском языке в Софийском университете, была, это позор и ужас, для так называемой болгарской интеллигенции. Итогом этой политики получилось ноль соседей Турции без проблем, без серьезных, тяжелых проблем с Турцией. У Болгарии есть проблемы с Турцией, очень серьезно, они вмешивались и в выборах, и в других процессах, грубиянские, финансировали партии, сепаратистские, турецкие, их просто ловили с поличными очень много раз, в наглую, без никаких последствий. У Греции есть жуткие проблемы с Турцией, в том числе и военные. У Кипра, это с конца 70-х годов, 20-го века, это бомба, которая контролируется британцами. То есть, вся эта линия разделения, это чисто британская территория, там есть порт, который предназначен не для 6-го американского флота, то есть, там англосаксы держат руку на пульте, будет война, не будет война, будут резать людей, не будут резать людей. Это именно так, и даже линия разделения проходит посередине города Никозия. Сам город разделен и разделен именно теми третьими сторонами, англосаксами. Если посмотреть на Сирию, так Эрдоган вторгался с самого начала, он влиял на эти процессы, он был частью исламского государства, он промышлялся исламским государством, он закупал ворованный у сирийского государства нефти, который потом его сын продавал, в том числе и в Средиземное море, всем другим, то есть это всем известно. Все боевики, которые наезжали в Сирию и резали головы, они готовились в лагерях в Турции под северной сирийской границей, и они там потом возвращались лечиться, залатывать свои раны, переобучаться, отдыхать, и потом обратно воевать. Я напомню, что и Трамп тут подлил огня в огонь, подлил бензина в огонь, когда объявил вот об этом плане, так сказать, ликвида физического устранения Башара Асада, который якобы не состоялся только по причине того, что министр тогдашней обороны Мэтьюс, он бешеный пес, вот тот самый, он против этого возражал, но я думаю, что в тот-то период точно это все с Турцией было согласовано, вот, а я бы еще добавил, что и наша Закавказья, посмотрите, Грузия, Сухуми, Батуми, там уже практически под контролем, точно так же, как Сербия, о которой вы говорите, там турецкий капитал, турецкие лавочки, эти магазинчики какие-то там, заправочки и так далее, все очень активно, Армения, я думаю, просто в ужасе, потому что все помнят армянскую резню до 1915 года, в результате которой полтора миллиона армян были просто физически вырезаны. За которую современные турки винят армян, это вы и самые виноваты, это вы и на нас наехали, мы просто оборонялись, мы просто отбивались, да, и так полтора миллиона мы и так надбивались, случайно, да, случайно. Да, с кем не бывает, между друзьями, что там такого. И вот мы видим сейчас еще, что помимо этого Турция, конечно, простирает свои экспансионистские такие взоры и на Ливию, но вообще она хотела бы, как бы мне кажется, этот суннитский мир под себя подмять и страны залива, начиная с Саудовской Аравии, потому что там значит, ваххабиты те же самые, то есть она не против и самых ультра-таких экстремистских ветвей, но и более-менее мягких, умеренных ветвей. Вот, так что это страны залива, это и вот побережье, значит, Средиземного моря, Алжир, Ливия, Тунии, из туда взгляды, конечно, простираются, прежде всего, на Ливию с ее нефтяными и особенно водными запасами, потому что в Ливии же огромные запасы воды обнаружены, вот, и, ну, естественно, Сирия, туркоманы, проблема эта туркоманов, значит, и, то есть он действительно, ну, условно говоря, накапливает некую мощь, мы же не будем это отрицать, но ваше мнение, вот помимо планов воссоздания Османской империи, вот, Эрдоган и Европа, для Европы это тоже совершенно непонятный фактор, да, член НАТО, и в то же время постоянно держит этот триггер, курок, так сказать, по поводу беженцев, он готов в любой момент распахнуть, если чего, эти шлюзы, и очередная, так сказать, толпа беженцев просто сметет остатки старушки Европы, вот, то есть удивительный, конечно, персонаж, удивительный просто. Александр Ильич, знаете, я сделал себе труда и посчитал, и посчитал количество населения, их стран, которые являются резервуарами, которые были доказанными донорами вот этой многошерстной толпы, которая называется с условным знаком беженцы, это уже беженцы, по сути, это армия вторжения исламом в Европу и насчитал количество 450 миллионов человек, это Пакистан, это Афганистан, это Иран, это Ирак, это Саудовская Аравия, это Египет, это все остальные, из которых доказанно приезжали, даже не было говорить о той глубинке Африки, и там Мали и прочее, откуда тоже вообще-то перло достаточно таких цветных сирийцев, да, сирийские беженцы только из Мали, понимаете, или Сенегала, там и всякие такие, но уже сирийцы странные пошли, бывает, с кем не бывает, это чудесная вещь, но в этой глобальной спецоперации, назовем ее великое насильственное и управляемое переселение народов, даже если 10% этого населения пойдет в сторону Европы, причем пойдет не просто за легкую наживу, за доступные женщины и за какой-то там добыч, а пойдут заряженные хиджрой, мы идем на Дарул-Ислам, Дарул-Хар, что не есть Дарул-Ислам, то бишь мир ислама, это есть Дарул-Хар, то бишь мир войны, и раз мир войны, мы будем там воевать, пока это не станет миром ислама. 45 миллионов, если они туда это всего 10%, а у них демографический, социальный и любой другой резервуар и потенциал направить такие объемы, конечно, не сразу, но в рамках двух до пяти лет они спокойно могут затолкать помпой вот такого объема населения. 45 миллионов это примерно 10% нынешней Европы. 10% нынешней Европы такими людьми и даже не 10%, а 5%, и даже не 5%, а 2 или 3% дополнительно если затолкать, потому что там уже есть немалое количество из Турции, из других стран, очень немалое, 10% Германии уже это турки. 10% нынешней Германии, 7-8 миллионов из 81 миллиона населения это есть турки, там есть пару миллионов арабов, и если затолкать еще вот такого, все, это уже не Европа, это Еврабия. Причем Еврабия, где будет именно та ветвь ислама, не та, которая в Иране, не шиитская ветвь, а именно салафи, вахаби, именно те сунитские течения. Если посмотреть на вот эту глобальную спецоперацию, там есть все эти компоненты, которые описывают любую турпоездку. Есть тот, кто задумывал вот эту путевку. Это демонократическая партия, англосаксы, глобальный банкстер, Хиллари Родом Клинтон, лично управляла, занималась некоторое время этим процессом. Потом идет тот, кто оплачивает эту поездку. Это Катар, это Саудовская Аравия, они платили за все эти лагеря, за все эти финансированные, за все эти мобильные телефоны, за всю логистью. Есть и тот, кто обеспечивает перевозку этой турпоездки. Это Турция. Она обустраивала вот эти лагеря, они забирали деньги и у американцев, и у германцев, и у арабов, и у саудовских, и у арабов, и у всех они получали деньги за то, что они содержат там вот эти, сколько там они говорят, от трех миллионов, но это их слова, их никто не считает, и никто не может определить. И, соответственно, определенными порциями все это там направляется. Причем, эти люди с 2012-2013 года, как все это поперло в сторону Европы, у них статус сверхдипломатов, потому что это люди без документов. Даже дипломат, когда пересекает границу, он переходит через дипломатический контроль. И, да, канал у него другой, облегченный, какой-то более такой премиум-игром, но он проходит какой-то контроль. Но, тем не менее, предъявляет паспорт, конечно. Да, а у этих людей не то, что паспорта, у них никакого документа нет. Никто не знает, когда он родился, как его зовут, откуда он идет, и вообще абсолютно ничего. И они пересекают границы, как горячий нож через масло вообще там пробивается, и никто, и никак, и никто не... Заметьте, кто это тот такой, который может приказать пограничникам перестать быть пограничником, полицейским перестать быть полицейским, миграционным властям перестать быть миграционными властями. Социальные системы страны работают уже по-другому, содержать их. Политические системы страны принять все это. Скажем так, юридические системы, юриспруденции, чтобы за все преступления мы местных там карали, наказывали, а вот над этими распространяется, видите ли, индульгенция, генеральная индульгенция, причем. То есть, есть какой-то приказчик, которому в силу сказать, приказать Германии, Австрии, Бенгрии, Болгарии, Сербии, Греции, Италии, всех стран, даже Франции, как-никак. И заметьте, что все эти ребята, они идут именно в Германию. Значит, если делать благодействие, значит, ну, Австрия как-то не менее такая благополучная страна. Чехия даже очень даже ничего, Дания тоже очень даже ничего, но как минимум в севере Италии тоже очень даже ничего. И если посмотреть со стороны благодействия, странно, почему Германия, потому что сами германцы, они занимают очередь на получение рабочих виз в Швейцарии, потому что в Швейцарии они получают больше, и они как-то, бедная родня, приходят на подработки. То есть, Германия не есть самое благополучное место. Почему тогда Германия? А потому что Германия, Это и есть последнее индустриальное технологическое сердце Евросоюза и Старой Европы, который продолжает быть производственной площадкой, то есть индустрия промышленности. Есть какие-то формы, части и остатки экономического суверенитета. Политического нет, военного нет, монетарного нет, финансового. Но какой-то технологический суверенитет все еще есть и нужно держать в узде, нужно шантажировать любое руководство Германии, неважно называется Танте, Меркель или по-другому, для того, чтобы держать вот эту армию вторжений на коротком поводке и когда им скажут фас, они идут и устраивают то, что они, мы прекрасно знаем, что они умеют устраивать, потому что то же самое они делали в Сирии, делали другие горячие точки, выкладывали в интернет, как промышленно, оперативно и качественно и быстро не могут резать человеческие головы без никаких на то моральных либо других технологических задержек. То есть это планировщик, ну, наверное, того же уровня, который может представить относительно небольшую вспышку вирусной инфекции в качестве глобальной пандемии. Ну, наверное, не меньшего уровня планировщик, правильно? Ну, знаете, в Болгарии из Афганистана, те, которые приезжали, наши врачи увидели болезни, которые десятилетиями не были известны, кроме как на бумаге, кроме как в этих там стеклянных баночках под формалинами и на фотографиях древних. То есть там была проказа, там были другие тропические заболевания, которые в Болгарии никогда не было. И поскольку режим в этих так называемых лагерях это относительно свободный, если не сказать, что совсем свободный, эти люди гуляют, шастаются. То есть болгарскому государству запрещено изолировать, взять их и контролировать хотя бы вот этот гнойник, который там существует, определенным образом. Слава Богу, их там очень мало. Все они не хотят оставаться в Болгарии, все они хотят и говорят нам, Германию, ребята, вы нас здесь не перестали. Слава Богу. Ну, теоретически да, но там действуют другие правила, что если мы зарегистрируем их в Болгарию, то даже если он достигнет до Германии, а Германия потом захочет избавиться от них, они по конвенциям обязаны вернуть их вместо первой регистрации. То есть Германия может вернуть эту пружину, когда она захочет, обратно, по дублинскому соглашению она может это сделать, не дай бог, конечно, потому что это очень невесело будет. Но мы говорили о Турции, о Турции современной, нужно понять, что это есть то, что является действительно заявкой на большой региональный оператор. Большой региональный оператор, который входит в десятку первых стран экономик мира, но который не может существовать без внешних рынков, это очень важно, и который имеет финансовую систему, которая является подчиненной именно глобальных банкстеров. Именно поэтому они хотели убить у братья Эрдогана 2016-го, 14-го июля, он с этим как-то не согласился. Не понравилось человеку быть убитым, в конце концов, бывает, не каждому это нравится. И сразу после того, как это произошло, он поменял больше 300 тысяч государственной администрации по всем направлениям. Образование, полиция, силовое ведомство, здравоохранение, даже любые формы администрации, не буду всех перечислять. Заменил их молодыми ребятами от 30 до 40, которые не были связаны со всем этим. И в конце концов, итогом всего этого закрепления Эрдогана на посту стало падение турецкой лиры, что сильно взвинтило социальное напряжение против Эрдогана. Если буквально 3 года назад турецкая лира была вровень с болгарским левом, то сейчас она является 23-24% из болгарского лева. То есть 3-4 раза обрушилась турецкая лира. И это очень сильно, сильнее, больнее всего затравит именно те промышленные, производственные регионы, которые составляли этой экономической мощью, этой Турции. А это есть 4-5 города. Турция это 4-5 мегаполиса. Все остальное это деревни, часть из которых живут, ну скажем так, на первой, второй, ну третий технологический уклад не больше. И эти несколько миллионные города, Стабул, Анкара, Бурса, Измир, Анталия и так далее, их 5-6, не больше. Все они больше миллиона. Все они миллионные. Там есть индустриальная, финансовая, культурная, историческая, туристическая и другая сила и мощь. Все остальное это территория, которая населена населением, где по большому счету главенствуют, особенно в юго-восточной части. Там нету закона, там нет государства, там есть ага. Ага это старший бег, назовем его так. Там все вооруженные. И там ага, у которого есть 100 детишек и который управляет в плане собственности 10-12 деревень. Он говорит и решает, кому когда жениться, кому когда умирать, кому когда воевать, по какой цене будут сдавать там шерсть, хлопок, неважно что они производят. И к нему все приходят только вооруженные. Даже турецкие, скажем так, силы правопорядка входят там с БТРами, либо с другими дипломатическими средствами, которые позволяют диалог между этими людьми. Турция это очень неоднозначный игрок и очень хрупкий игрок, потому что вы правы, это набухает и это излучает тяжелого тепла, в том числе и для России. Турция была прямым участником в двух чеченских войнах. Турция является прямым участником и, скажем так, мучает воду и в Крыму с крымскими татарами и сейчас. Не важно, что Крым это уже должен быть в России. Турция это делает. Други Эрдогана это делает. Турция выиграла у президента Путина в Москве самую большую мечеть в Москве и взамен конвертировал святую Софию в мечеть в Стамбуле. Вместо того, чтобы сохранить хотя бы в качестве туристического объекта. Не-не-не, там мечеть и там мечеть. Никаких компромиссов. Турция влияет очень сильно на все среднее по Волжье России. Весь Башкортустан, весь Татарстан. Все это в середине по Волге. Там турецкая экономика 10-20%. И Москва для них это географическое понятие. Может быть логистическое, но никак не административный указ. Это очень серьезно. Я там был в Казани. Я там был целую неделю в Татарстане и в соседних регионах. Я общался с людьми. Там все турецкое мы любим, уважаем и считаем более родным, более авторитетным. Там, да, есть какая-то Москва, но нет. Но Турция, Турция, Турция. Вот так произносит Турция. Турция произносится. Вы правы. Турция на самом деле заявляет свои, не то что претензии, а свою ответственную, тяжелую, военную, если хотите, заявку на лидеров всего так называемого туранского мира. То есть Турция хочет главенствовать на всю территорию от Туркестана, который находится в Китае, Синдзянский, Уйгурский автономный округ, на Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, на большую часть Афганистана, обязательно на Азербайджан, на часть Северного Ирака и на немалую часть Северного Ирана. А Иран с этим, мягко говоря, не сильно согласен, потому что для Ирана турки это какие-то дикари. Иран это пятитысячная цивилизация, пятитысячлетняя цивилизация, это перцы, они владели, знали, умели, пока турки были какими-то там качельниками, если вообще их можно считать турками. Знаете, отношения между турок и арабов очень простые. Турки арабов презирают, арабы турков ненавидят. И на то есть очень весомые, тяжелые, долговечные, если хотите, вековые, с 16-го, если хотите, века, достаточно серьезные, тяжелые исторические основания, потому что для арабов, например, султан Селин II Яфус, мрашный, это как раз тот, который является батюшкой Сулеймана Великолепного, правил он 1500, 8-й, 1520-й год, 12 лет всего лишь правил, но за это время ему удалось вырезать, устроить резню в Персии, то есть вырезал от 40 до 50 тысяч шиитов, никто их, естественно, не считал, потом спустился вниз под Египт, устроил там тоже резню мамилюков под Каир, а потом с этой же армии спустился внизу до Мекка и до Медина, забрал, скажем так, регалий и святыни пророка Мухаммеда для того, чтобы стать халифом. И, соответственно, для арабов это как? Так, мы, ваши учителя по этому исламу, вы к нам пришли, вы наши святыни забрали, и вы нами правите, и так с 1512-15 год до разрушения Османской империи под начало 20 века. Как арабы должны относиться к туркам? Естественно, не очень дружественно, потому что, что происходит сейчас в Арабской республике Сирии? Ну, происходит то, что вся Северная Сирия оккупирована, военно оккупирована той же самой Турцией. Кто устроил Ведлибе, который сейчас находится, как там Гнойник с этими исламскими главарезами? Кто там командует? Кто за ними отвечает? Та же самая Турция, тот же самый Эрдоган. Знаете, Пламин, я очень вам признателен за этот анализ, я только единственное скажу, что мы не делаем особых выводов, мы просто обращаем внимание наших зрителей на то, что сосед у нас южный, как говорится, с историей. История… Что это и кто это такие. Ну, и, в общем-то, мне кажется, ни в коем случае нельзя здесь расслабляться, по-любому. Ну, а дальше мы посмотрим, мы будем следить за этими событиями. И я хотел бы поблагодарить за эту замечательную беседу, за ту информацию, которую мы получили от Пламена Паскова, нашего болгарского собеседника, политолога, публициста. Пламин, спасибо вам за эту встречу, за этот разговор. До новых встреч в эфирах Переправа ТВ. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.